Друзья, всем привет! Мы уже ближе к открытию своего третьего лайка. Остается все меньше и меньше времени. Мы стараемся максимально все детально вам заснять, показать. И сразу мы это выкладываем на свой YouTube канал. Поэтому не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующий ролик. А в следующем ролике у нас будет мега крутой конкурс, в котором мы разыграем двое AirPods, футбольный мяч. Разыграем доступ к моему курсу, поэтому смотри наше видео, подписывайся, ставь лайки и следи за новостями в моем инстаграме. И приятного просмотра! Сейчас приехали на новую почту, будем забирать аппарат для хот-догов, который стоит около 8 тысяч. Новый покупаю для того, чтобы дольше проработать. Ну, хотя можно и бушный найти. Но я искал на улыксе, бушный не нашел, поэтому решил купить уже новый. И потом поедем мы с вами на офис к нам, на склад. И покажем все, что мы уже закупили, что у нас есть уже готовые для того, чтобы начать работать. Пошлите! Получили мы аппарат для хот-догов. Еще раз повторяюсь, 8 тысяч он стоит, это новый. Но можно сэкономить, купить бушный. На вторую точку шаурмы мы покупали бушный. Мы тогда экономили все, мы и столы сами делали из дерева. И нержавейки вообще тогда не было. Столы покрывали клеенкой. Но клеенку потом мы меняли очень часто, там раз в 2-3 месяца. Это тоже затратно. То есть со временем нержавейка, она вот эта вот перебивается вместе с клеенкой. Поэтому лучше сразу все делать, если вы долго работаете. И все будет нормально. Грузим сейчас машину, едем на офис, покажем все наше оборудование, что у нас уже готово. Собрали мы оборудование, для того, чтобы вам чуть показать, что мы вообще закупаем. Прижимной гриль, который мы здесь тоже ставили, мы его отвезли на наш рабочий ларек, для того, чтобы он уже работал. Потому что старый поломался, и типа мы еще и тестим. Потом его перевезем в парк, с центрального рынка в парк. Здесь у нас газовые горелки, редуктор, всякая мелочевка. Аппарат для приготовления шаурмы. Фартухи уже купили черные. Футболки тоже закупили черные с надписью Ванческо. Аппарат для приготовления хот-догов. Мы потом уже вам распакуем, покажем позже. Всякие бутылочки для соусов купили у наших знакомых. Тоже, если надо будет, обращайтесь. Мы дадим ссылочку. Фабрика упаковки, делаю рекламу. И также гастроемкости вот такие вот. Очень красиво смотрится и стерильно, и правильно. Раньше у нас были, вместо гастроемкости, были вот типа таких сутков. Это очень неправильно, мягко сказать. Потом со временем, это дороже, конечно, стоит, но оно того стоит для того, чтобы для вида. Человек смотрит, здесь все чистенько, аккуратненько, ему приятно покупать у вас продукт. Еще нам осталось купить термопод. Осталось нам купить холодильник, маленький подпольник, который будет, и большой стеклянный. Кока-кола нам привезет через неделю холодильник с защитой, которую можно ставить на улице, и его там не своруют. Мы там будем водичку хранить и, наверное, какие-то свои продукты на нижних полках. И хотим еще, наверное, купить стеклянный, стеклянный холодильник вертикальный, который будет стоять внутри. Для того, чтобы была большая вместительность, потому что у нас будет там мясо храниться. Это ведра 5-литровые, которые будут там храниться, и это нужно где-то все размещать. Друзья, всем привет! Сегодня у нас 19 апреля, это новый день, и у нас уже очень многое сделано. Мы уже привезли кучу оборудования сюда, уже установили столы, мы уже практически на финишной прямой. В пятницу у нас открытие, мы подгоняем все дела, покупаем оборудование, заказываем, доделываем еще какие-то моменты. Давайте по порядку, идем вовнутрь и покажем, что у нас там уже есть. Завезли сегодня столы, вот, стали у нас очень, они отлично, отлично стали. Но еще один момент, здесь у нас пустота, мы тут думаем или мойку со столом делать, или майдадыр. Сейчас этот момент, я думаю, сегодня решится, и будем изготавливать, думаю, до пятницы мы успеем. Вот эта вот стена, вот эта вот стена у нас будет вся в зеленом газоне. И мы еще думаем сюда поместить телевизор. Телевизор тоже думаем, потому что финансово, ну, короче, оно все накладно получается. Сюда мы будем витринный холодильник ставить, стеклянный, стеклянный пивной, типа, вот. И потом посмотрим, если нам его хватит, то мы не будем маленький холодильник ставить. Сейчас заносим оборудование, будем расставлять примерно, чтобы понимать, как оно все будет работать, удобно, неудобно. Потом нам привезут кофеаппарат, тоже человек покажет, как он работает нашим сотрудникам новым. Ну, и так вот постепенно будем делать. И еще я заблаговременно уже договариваюсь с местными блогерами, которые будут в день открытия приходить и делать рекламу. Еще мой одногруппник занимается оформлением праздников, декорацией. Вот такой вот, мы у него заказали шары, две стойки шаров, черно-золотого цвета. В пятницу они будут установлены. Кому нужно по Мелитополю, то, пожалуйста, ссылка в описании, обращайтесь к нему. Вот такой вот пацан. Еще придумали такую акцию в пятницу, в день открытия. Если вы отметите нас в сторисе, то кофе вам бесплатно. Латте, капучино, американо с молоком, эспрессо, то, что любит. Поэтому приходите 23 апреля в пятницу, мы работаем с 10 до 10. Отмечайте нас в сторисе и получайте бесплатно кофе. Добрый день, рада вас приветствовать в нашей Ванческе. Самая вкусная шаурмей в городе Мелитополе, это точно. Как обслуживаться будут? Приняли заказ, здесь вот у нас мясо жарится, обжаривается, точнее. Приготовили мясо, вот здесь будет лаваш, скрутили, положили прижимной гриль, поджарили, упаковали и отдали. Здесь у нас сосиски будут, пароварки, здесь будет кофеаппарат, вот здесь будут стаканчики для кофе, в таком плане. Вот, здесь еще будет стол, такой вот с мойкой будет. И тут тоже мы что-то поставим. Вот в таком формате, зеленый газон, телевизор, я думаю будет очень красиво. Поэтому всех ждем 23 числа. А вообще не только 23, приходите к нам каждый день, мы работаем понедельник, суббота, воскресенье, выходной. Друзья, всем привет! Сегодня я заказал холодильник, витринный холодильник, пивной такой. Просто на Улыксе зашел, посмотрел, добрал мне нужной шириной, там надо до 69 сантиметров, чтобы он влез. Вот, по высоте нормально, они все подходят. Цена его 5000, это бушный. Вот, я думаю, цена нормальная. Мы сейчас его поедем, заберем, где-то через полчасика, завезем сразу на ларек и начнем уже там полностью расстановку. Там жена уже будет участвовать в расстановке, там стаканчики, вот такой, салфетки, такой, досточки. Вот такая мелочевка вся, будем располагаться и смотреть, что нам нужно доделать, что не нужно доделать. Еще у меня задание на сегодня купить термопод. Так как у нас сейчас карантин и такие магазины все закрыты, то с этим есть небольшая проблема. Вот, поедем в эпицентр, посмотрим, работает он там или нет. И если что, купим термопод. Купим термопод, купим холодильник. Ну, в принципе, у нас по оборудованию практически все. Остается только мелочевка. Купил сегодня еще шланг, газовый шланг, вот, для того, чтобы баллон присоединить. И подсоединяться будем пробовать уже делать там первую шаурму и все такое. В четверг мы планируем закупку делать, закупку продуктов. Вот, посмотрим, влезет ли наши все продукты и мясо в этот холодильник витрины. Если не влезет, мы докупим еще один маленький на там 60 сантиметров, который будет под столом у нас. Приехали мы за холодосом, вот тут куча на разборки, можно выбрать. Я думаю, в каждом городе есть такие разборки, на которых можно купить себе витринный холодильник. Выбрали этот, выбирали между этим и тем. Тот менее вместительный, но он уже. Короче, нам этот подходит. Все, сейчас полки ставят, 5000 отдаем за этот и грузим. 500 гринь типа скидку сделали. Все. Оплатили мы за холодос, хотели мы погрузить себе сюда в багажник. Типа торчал бы там с багажника, где-то придержали, потихоньку бы доехали. Но ребята, короче, предложили нам довезти его до парка. Я, конечно, согласился, мы соточку накинули для того, чтобы им увереннее ехать было. И сейчас вот едем в парк, будем ждать их, а они подвезут нам холодос. Дали еще год гарантии, год гарантии на бэушные. Это очень хорошо, то есть на сезон. То есть если что случится, то вот визиточку еще дали, пожалуйста, обращайтесь. Едем в парк и ждем их. Поехали. Ну что, у нас уже почти все укомплектовано. Мы уже и привезли холодильник и почти все оборудование. Остался там газовый баллон привезти, подсоединить. Сюда газон закинуть надо. Вот это вот рулон стоит, это газон, который будет у нас на улице. Его потом постелим, наверное, за день до открытия. Практически все готово. Завтра привезут нам кофеаппарат, который мы берем в аренду. По меню мы чуть-чуть изменили, сделали цены дороже, чем на центральном рынке. Мы подравнялись с ценами, которые у нас здесь у конкурентов, чтобы нормально конкурировать со всеми. И сделали по кофе, мы сделали больше объема. То есть если у нас на центральном рынке латы у нас было 250 миллилитров, то сейчас мы сделали 400 для того, чтобы могли напиться. Потому что была такая проблема у меня, когда я шел в парк гулять, я хотел выпить кофе. И не мог нормальный кофе найти с хорошим объемом и вкусным. Поэтому хочу это исправить, хочу сделать вкусный кофе. И напоминаю, что в пятницу при открытии, если вы нас отметите в сторисе, отметите меня в сторисе, отметите в сторисе Ванческо, то вам кофе бесплатно. Также мы вводим небольшое новшество, мы вводим весы. То есть мы раньше работали, накладывали мясо по стандарту, на глаз, грубо говоря, по колхозному. Сейчас мы вводим весы, будет у нас такая емкость, будут весы и определенные 120 грамм жареного мяса наши сотрудники будут отваживать и класть в лаваш. Мы вам здесь показываем все абсолютно, периодически говорим цены, что мы покупаем. И вопрос к вам. Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько обошлось открытие вот этого ларька. Полную сумму мы вам скажем в финальном ролике, а пока под этим роликом пишите. И тот, кто угадает точную сумму или кто будет ближе к точной сумме, мы вам подарим подарок. Какой именно подарок, мы вам скажем потом. Следующий выпуск, это будет наше открытие, торжественное открытие, где мы пригласим блогеров. Вам мы это обязательно все покажем. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте и ждите следующего выпуска. Всем счастья, здоровья!